Всем привет, дорогие друзья! С вами Encrypted Xcode. Я частенько оказываюсь в ситуации, когда под рукой нет ни одного iOS-устройства, есть только Android, и нужно срочно воспользоваться Twitter. При этом я придерживаюсь позиции, что официальный клиент Twitter бездарен, отвратителен и ужасен. В этом видео я не буду объяснять почему, так как это достаточно долгий разговор. Если вам будет интересно и вы попросите, я запишу об этом отдельное видео с доводами против официального клиента. На просторах Play Store имеется вагон и маленькая тележка сторонних клиентов, большинство из них, естественно, платные, и выбрать что-то одно не так просто. К сожалению, мои требования к Twitter-клиенту достаточно высокие, еще и потому, что у меня случился твитбот головного мозга. Поэтому сейчас я помогу вам определиться с выбором стороннего Twitter-клиента на Android. Поехали! Первой остановкой в моих скитаниях стал Falcon Pro 3. Достаточно навороченный Twitter-клиент. В нем имеются настраиваемые колонки. Неплохая реализация Material Design. Куча настроек, начиная от интервала обновления ленты и времени смены темы между темной и светлой. И заканчивая жестами. Например, два раза тапнув по твиту, открывается окно ответа. А при удержании пальца на твите выскакивает панель быстрых действий. Также в Falcon Pro есть боковая шторка, которая мне не понравилась тем, что туда сыпется вообще вся активность по отношению к аккаунту, и целенаправленно искать то или иное упоминание будет непросто. И вроде бы все хорошо, но подстава подкралась незаметно. За добавление каждого последующего аккаунта в Falcon Pro 3 нужно платить отдельно. Это меня взбесило просто до одурения. Какая-то безумная жадность разработчиков. Я заплатил 269 рублей за программу, после чего я должен платить еще 119 за каждый последующий аккаунт. И я начал искать альтернативу. Следующим в моем списке приобретений стал Talon for Twitter+. Его мне посоветовали в одном гик-паблике ВКонтакте. На первый взгляд достаточно неплох. Есть настройки темы. Темное, светлое и цвет оформления. Также цвет оформления кнопок. Настраиваемые колонки, которых целых 8 может быть. Однако я использую всего 5. Настройки возможности синхронизации через Talon Tool, Tweet Marker. И крутая фишка уведомления о витах избранных пользователей. Очень порадовала возможность использовать эмоджи и смайлики из iOS. За это разработчикам персональный респект и уважуха от меня. Из недостатков могу отметить малое количество жестов, удержание пальца на твите, предпросмотр твита, однократное нажатие, открытие твита и дизайн диалога под каждым твитом крайне неудобен. Также не понравилась боковая шторка. Не знаю как вам, но по мне уж слишком перегруженная. И очень не понравился способ переключения между аккаунтами. Во-первых, медленно, как вы только что видели. А во-вторых, если где-то в пути, то абсолютно неюзабельно. Помимо всего прочего, за несколько месяцев использования Talon for Twitter Plus Я обнаружил какое-то колоссальное количество мелких, но досадных багов, вроде несохраняющихся настроек, ошибок авторизации при первом запуске программы после сброса данных на устройстве, проблемы при переключении аккаунта, сброс дизайна темы, некорректное поведение системы уведомлений, и я пошел искать другой клиент на просторы Google Play. И напоследок, как вы, наверное, уже догадались, я припас самое вкусное. Fenix for Twitter. Лучший сторонний твиттер-клиент для Android. Он немного похож на Talon, но в нем нет багов. Настройки реализованы удобнее, при том, что их количество такое же, как и в Talon. Все те же уведомления о твитах избранных пользователей, поддерживаются. Настройки темы с иконкой демонстрации, как это будет выглядеть. Расстановка элементов интерфейса, размер шрифта, все это имеется. И медиапревью. Боковая шторка не так перегружена. Способ переключения между аккаунтами реализован намного быстрее и удобнее, чем в Talon. Есть поддержка жестов, удержание панель быстрых настроек, нажатие просмотр твита, дизайн диалогов тоже выглядит понятнее и удобнее. Также есть жест-свайб для написания нового твита, работает примерно вот так. Вы проводите от правой грани экрана, и у вас появляется окно для написания нового твита. Очень просто и удобно. Сильно обрадовало наличие внутреннего браузера для открытия ссылок, чтобы не перебрасывало в Chrome, и раздельная настройка уведомлений для каждого аккаунта, прямо как в твитбот. Короче говоря, Phoenix for Twitter – мой выбор. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, читайте меня в Твиттере, через твитбот или феникс, желательно. Там я дам ссылки на все твиттер-клиенты из данного видео. По моему обзору выберите, что вам ближе. Также небольшой спойлер, завтра я иду на видео-фан-фест, мероприятие встречи блогеров. Пока, к сожалению, как зритель, потому что у меня мало подписчиков, но все равно постараюсь что-нибудь там подснять, и обязательно выложу. Если же вдруг не смогу выложить на канале, заходите в мой инстаграм, там уж точно будут какие-нибудь короткие видео или фото. Пока!